приветствую всех вы зашли на канал заметки механика приятного просмотра и жду вас снова пушка гонка gti помните я рассказал пружины лопнули я поменял пружинки правая вот это левая все пружинки бушные стоят все отлично я на этом чуде снял турбину если честно скажу что на продольно расположенном моторе тяжелее снимать турбину чем на поперек ну это на мой взгляд у тут у меня бардак вот она турбина катализатор будет вот такая вот штука стоять вот красота какая ну плюс еще турбина будет гибрид поедет да еще я радиаторы буду мыть кстати и год назад их мыл и вот какой результат какие у нас классные дороги в подмосковье да еще у меня проблемка с трубкой охлаждение не охлаждения трубкой низкого давления получается кондиционера вот здесь она лопнула по опрессовке надо ее доставать отвозить наверно в ремонт есть вопросик кто знает так как я давно не занимаюсь системой кондиционирования и вот думаю как эти трубки снимать мне нужно поменять эту трубочку какой инструмент нужно если можно ссылочку либо фоточку будут благодарен не вот наша трубочка поближе стоит в таком месте отгнила здесь у нас упакована турбина ждет отправки да и как снимал я вот эту трубку я потом расскажу я еще снял часть выхлопа ею кстати недавно делал но вторая шпилька отломалась хотя я ставил на медную пасту все блин все красота чистил зачищал и вот эту шпильку что менял ее повело нужно поменять короче наверно сюда обрежу и поставлю болты блин чтобы не мучиться и все и будет песня эту гофру менял когда вот и пришла красота турбинка новая отри билдели поставили картрид что-то на впуске я фото приложил так то мы его не увидим сделали все тут настраиваемые все тут переделали от песочина красота будем дуть называется будем но есть нюансы я говорю на такой турбине нужен интеркулер уже не штатный но мы оставляем все пока на штатно интересно будет короче продолжаем с установкой турбины турбину я уже на место закинул выхлоп стал ну там он стал моторного щита прям вдруг я бы сказал сантиметрах ну ладно стал достал сейчас все хорошо все отлично там некоторое уплотнение ждал не то вложение пришло пакетики это это уплотнение на подачу масла на турбину на трубку надо все переуплотнять потому что что туда два раза не лазить допустим если вот эту трубку подача охлаждающей жидкости вон там прикручена и и чтобы открутить я не знаю ну легче турбину снять поэтому ее поменяли она завальцованная и здесь на углу расширение было увеличено сейчас покажу вот старая трубка и здесь уже резина у нас увеличилась на углу начала разбухать и в конечном итоге она просто могла дрызнуть так меняю вкг шку не столкнулся с такой проблемой уже часто сталкиваюсь с этой проблемой то что резьбы потянутые две резьбы были потянуты настолько что пришлось дорезать резьбу поставить шпильку тут все закрыл все прогнал и вот две шпильки поставил на фиксаторы резьбы все классно гаечки сейчас все установлю и дальше буду продолжать собирать первый пуск покажу обязательно так давай 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 показывай вот там я кручу далеко можешь снимать далеко в итоге чтобы закрутить один болтик собрал вот такую конструкцию снизу никак не подложу никак трубку кондиционера нам переобжали все я тут уже немножко собрал до кулёк штатный я уже говорил интерколер все трубочка у меня стоит все съемник стоит дороже чем муфта поэтому муфты купили да и все быстросъемные а это уничтожил так сейчас будем производить первый пуск еще хотел сказать чтобы эту трубку кондиционера поменять пришлось снимать трубки тормозной системы но все равно мы жидкость собирались поменять поэтому прокачаем и пробег у нас 172 тысячи да у нас еще машина донор вот это есть пятую ставим плату управления селектора я думаю мы запустим запуск был сейчас мы масло прокачаем и дальше посмотрим как она все будет вести по итогу штатный мотор 211 лошадей сейчас чип стоит двести шестьдесят пять лошадей с этой турбиной хотят 350 400 но на штатном впуске ну интеркулере единственное что down pipe не штатный все что-то мне кажется не поедет она 305 но 400 точно она не поедет в этом конфиге потому что нужен нормальный интеркулер сейчас я все тут домою вы мою подкапотку там где я лазил и буду сдавать автомобиль в настройку а если что-то будет интересное еще обязательно сниму это интересный мотор к нам гости заехал до нас а6 на 2 и 7 biturbo знакомый такой моторчик а8 d2 нет до 3 кузов интересная ситуация я тут когда-то два года назад делал выхлопнул и удалял катализатор и педаль газа когда-то перебирал с японца составил то же самое сейчас педаль газа я заменил стекло не опускается вниз еще одна из проблем не опускается и все я уже достал тут все стеклоподъемник сборе еще у нас машинка падала на эту сторону налево где-то ушла на обочину наверно не знаю история а стеклоподъемники не опускается еще я уже даже открутил и вот самого стеклоподъемника сама стекло опускаю не опускается потом уже достал смотрю вот провод так проложили да и получается что стекло до конца не опускается я думал тут удар был может поравняли дверь или что она провод как раз на такую часть она открывалась не доставал шум которая отвалилась он ну провод я такое вижу в первый раз поправил я проводку вот так она должна выглядеть здесь стоит резиночка все отлично и теперь стеклышко опускается самый низ все нормально стекло зафиксировал сейчас буду ставить стеклоподъемник пробег 339 проверка вверх пошел вниз все автомата нету есть адаптировал у нас еще течет коробка да и она монопривод кстати только передний привод вообще интересно автомобиль и ругается автомобиль по подушкам но тут естественно ругается по правой оторван клапан по левой уже не ругается и ругается по подушкам коробки это я для проверки сейчас я все почистил контакты не фиксируется у меня фишка для проверки подойдет потом будем решать и тут текло я не пойму что как-то не сальник а вот именно корпусе на не корпусе на короче я замыл предмет на посмотрю покатаюсь что она вылезет да еще меня ругается на передний ливый датчик сейчас я свой датчик нашел подходящий поменял тоже проверю оба из тоже чудит тут оторвано крепление компрессора я когда-то его ставил сюда вон она все алюминиевая она полностью алюминиевая да алюминий алюминий ну и пошло кузов весельями да кузьмич сметь привет передай там все молодец ты гляди помогло клапан опоры как и правый обрыв цепи и клапан опоры двигателя правой цепи значит по левой стороне у нас все нормально вот по правой не очень а также была у меня ошибкой по левой как подушки коробки и по левой подушки двигателя вот он наш блок управления нарушен это у нас электроника тормозной системы abs датчик частоты вращения переднего левого колеса его заменил сбрасываем что он так нам да все равно блок управления нарушен но ошибки нет под датчику так airbag у нас горит но иногда загорается и спи и abs вот сейчас мы прокатимся посмотрим и снова авоська сделаем то встречает сразу художество какое-то непонятно что за щелки обломаны да вроде нет вроде держит так заменим правую гофру масло задние колодки и фильтра соответственно а еще надо будет надломать рамку водительскую либо от репетировать потому что она падала на левый бок и там зазор ладно посмотрим тоже интересно так вроде бы все а нет еще придумать крепление пневмокомпрессора она у нас оторван я его тут хомутами немножко притянул да еще помните я замывал коробку что-то тут течет я так понимаю по стыку вот этой части с коробкой нас топливным фильтром нас ждет вот такая вот ситуация благо крепление фильтра снимается сейчас я отпилю это все и поставлю на саморез ну в копку для самореза поставлю чтобы она не закисала даже если самореза киснет он обломается его достать легче чем болт благо говорю крепление снимается красота еще оконцеватель поменял не оконцеватель а штуцер короче вот это изуродовали он не фиксируется заменил потом проверим на течь тоже немножко поуродовали но он держится защелкивается по крайней мере переходим дальше будьте особо осторожно с такими пружинными хомутами потому что я вот перемотался на скорую руку все выходной все до свидания и так оригинал ем и оригинал одна гофра вторая гофра все отлично все классно так колодки поменял то я сделал все можно отдавать тут колено увеличивал потому что уже резать некуда было на авоське сережка от чистящий диск купил чистимся и чейнджер ну какая штука такие еще тачки будет работать нет как вы думаете ночной сбор урожая три я уже собрал еще два завтра на рыбалку как раз на обед будет на тормозок как говорится короче сегодня не клюет вообще практически две поклевки все было вообще не результативно ну и мы пока решили обедик сделать сыну он там в палатке ждет сейчас дожарю сосисочки хлебушек все классно и все на костре вот что значит обед да санек только покушали короче еле-еле меня я колокольчики хорошо поставил на колокольчике как зазвенел как зазвенел думаю бежу-бегу-бегу-бегу-бегу короче подлещик грамм на 300 на 400 с почином нас александр вадимович ну что вы мне уже прикормка заканчивается закормил так хочу для ща закилушного а нет его была жара нет было холодина сейчас жара поэтому рыбкой не очень закрыла ротик так вот у красноперка вот такая нену больше ладошки может лящ нужен лящ за килограмм я домой поеду как мы уже собираемся домой отдохнули чё там по опал улов тут скромный надо достать углов на самому воду тут есть короче один подлещик плотвичка такое ну зато отдохнули классно сын тут малину нашел она показывается красота дикая малина вкусно а вот еще есть для дает вон еще там и и